Всем привет! Только что вернулся из кинотеатра, где потреблял современный российский синематограф в промышленных масштабах. И в этой связи предлагаю поговорить о фильме «Лётчик». Ещё одном фильме на тему Великой Отечественной войны. Ну и, как мы понимаем, на авиационную тематику. Я всё жду, когда же насчёт кораблей начнут массовые фильмы снимать. А то у нас пока только Адмирал-то и был в Новой России, да и тот не очень. Ах, нет, ещё ж был первый «После Бога», который ещё хуже. Но это реплика в сторону. Пока «Лётчик». Главную роль исполнил актёр Пётр Фёдоров, который буквально совсем недавно упал с орбиты в обнимку с чужим чебурашкой. А вот теперь сел за рукоять штурмовика Ил-2. Фильм является некой вариацией на тему знаменитого советского произведения Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», которая была посвящена тяжёлой судьбе лётчика Алексея Мересева. Мы помним, это истребитель, который был сбит, две недели полз по зимнему лесу, шёл, брёл, полз в конце концов, обморозил себе обе стопни, которые по выходу к своим и поданию в госпиталь пришлось ампутировать. Однако этот замечательный человек не сдался путём, я даже не знаю каких тренировок, я не могу назвать их зверскими или жестокими. Это что-то такое запредельное, внечеловеческое. Вот он смог полностью восстановить двигательные функции уже при помощи протезов до такой степени, что снова сел за рукоять истребителя. То есть, это самая высшая вообще лётная квалификация, которая может быть. Выше её, наверное, только истребитель палубной авиации на авианосцах. Но у нас таких не было, поэтому вот что было, то было. Причём он не просто продолжил воевать на истребителях, а продолжил более чем успешно. И вот новое прочтение. Мы помним, «Повесть о настоящем человеке» был советский фильм. Кстати, кто не смотрел, настоятельно рекомендую фильм, просто великолепный. И вот теперь новое прочтение. При том, что сама история, рассказанная в кино, не посвящена Алексею Мересьеву. А это такой собирательный образ всех наших лётчиков, которые, превозмогая трудности, в том числе и потерю ног, смогли вернуться в строй. О чём нам фильм прямым текстом оговорит в конце. Главный герой – это капитан ВВС РКК Комлев, который попадает прямо, аккурат, в декабрь месяц, в самый ад битвы за Москву. Как я уже говорил, он пилотирует штурмовик Ил-2, заходит на штурмовку нацистской колонны, успешно её штурмует. Но после выхода из атаки его и напарника зажимают мессершмитты. И напарник оказался сбит, да и самому Комлеву пришлось провести вынужденную посадку на снежное поле. После чего погибает его стрелок-радист, и он вынужден спасаться от преследующих его фашистов, пробирается по лесу, точно так же обмораживает ноги, попадает после тяжелейших перипетий в госпиталь, где его вылечивают. Он находит в себе силы и снова возвращается, только не в истребительную, а в штурмовую авиацию, с которой и начинал. Вот примерно так, нехитро, буквально в трёх словах можно описать фабулу, которую нам поведал Ренат Девлетьяр. Вы знаете, на удивление, кино неотвратительное. Вот ничего не могу сказать. Кино неотвратительное. Его можно смотреть и даже показывать детям. Более того. Там, конечно, моментики есть, которые мы с вами обязательно обсудим. То есть, знаете, с точки зрения исторического соответствия и в особенности то, что я очень сильно люблю и зачем внимательно стараюсь следить за заклёпками и пуговицами. С точки зрения заклёпок и пуговиц там просто в натуре ад. Кстати, ещё одно отступление в сторону. Потому что в фильме с заклёпками натуральный ад. Ну а если хочется провести досуг, заодно подтянув некоторым образом тему Великой Отечественной, то лучше вместо просмотра кино сыграть в хорошую игру. К примеру, в настолку Дом Павлова. Которая мало того, что широко известна в жанре варгеймов, так ещё и к нашей истории относится с полным почтением. Все представленные в игре солдаты и офицеры Советской Армии – это реальные участники обороны Дома Павлова. Карта игры состоит из трёх частей. Непосредственно плана здания, схема квартала вокруг площади 9 января и карты Волги с обоими берегами. Все топонимы особенностей ландшафта и указанные на карте части армий – настоящие. Точно по документам. Дом Павлова, напомню, был важнейшим пунктом обороны Сталинграда. И советские войска держались там 58 дней. Для сравнения, всю Францию фашисты разгромили за 44 дня. В этой настолке точно так же придётся держаться до последнего. То есть, пока не придёт приказ оставить позицию. Хотя варгейм заявлен как сольный, играть в него можно и вдвоём, и даже втроём с толковыми комрадами. Или можно привлечь детей и наглядно показать, как всё было на самом деле. Руководить настолке надо не только бойцами, но и обеспечивать деятельность сапёров, артиллерией, заниматься организацией разведки, снабжения и прикрытия. В общем, всё по-взрослому. Подробности под роликом. Сейчас можно оформить предзаказ на столке с серьёзной скидкой. А если количество предзаказов переварит за пять сотен, то всем ещё вышлют буклет с обширной исторической справкой об обороне дома Павлова. С фотографиями, картами, схемами боевых действий. Так что на ссылку под роликом жми обязательно. Так как я сказал, что фильм не отвратительный. Нужно его похвалить. Первое. Не скажу, что главное, но точно первое, что бросилось в глаза. А в глаза бросилось полное отсутствие всякого присутствия кровавой гибни. Как-то уже за двадцать с лишним лет в нас воспитали условный рефлекс. Как только фильм про Советский Союз и тем более про войну. Нужно искать внимательным глазом, где же находится жирный, пьяный, гад НКВДшник. Который прямо сейчас всех будет наказывать, расстреливать. Словом, репрессировать. Карать, в общем. Причем строго несправедливо. А тут раз и его нет. Я даже удивился. Спрашивается, а почему не позвали талантливого актера Мадянова? Чтобы он мог сказать что-нибудь вроде Расстрелять! Расстреляю, сволочи! Сгдаю в дисбате! Но вот, однако, его там нету. Хотя, с другой стороны, а как бы он поместился в самолет? Даже в штурмовик Л-2. Он вроде не очень маленький, но талантливый актер Мадянов. Слишком талантлив. Для кокпита. Словом, опа, и нету. Удивительно. Думал, может быть, будет заград эскадрилья? Нет. Почему-то все летчики сражаются совершенно самостоятельно. Без нагана у затылка. Капитан Комлев сбит. Он падает. Падает на вражеской территории. Две недели выбирается к своим. Вот его выносят к расположению РКК. В этом месте обязан, согласно законам жанра, просто обязан прийти еще один НКВДшный гад. И прямо как Иван Денисовича, прямо вот с Лидней фронта. Немедленно уволочь в застенок. Ну, или как летчика Девятаева, по крайней мере, хоть немного в госпитале-то помытарить. Кстати, так как человек выбрался из немецкого тыла, так, значит, нужно было, может быть, его семью навестить с вопросами, а что это ваш гад там делал? А не было ли у него умысла на теракт? И этого в фильме нет тоже. То есть, сплошные разочарования. Я вот его смотрю и разочаровываюсь. Нет заградотряда, нет кровавых губней, никто не тиранит капитана Комлева. Ну, понятно, кроме врачей. Потому, что человеку без ног, в общем-то, положено комиссоваться, а не пытаться снова влезть в самолет. А он такой упрямец. Нет, все-таки оказался силен и телом и духом. Залез в кокпит. Ну, сплошные разочарования одним словом. И антисоветчина, вы понимаете, там нет ни грамма антисоветчины вообще. То есть, никто не имеет ни одного репрессированного родственника. Что тоже странно, потому что чисто статистически, если учесть, что в Советском Союзе ровно половина сидела, вторая половина должна была ее охранять. То есть, ну, хотя бы человека два-три-то в кадре должны были иметь репрессированных родственников. Вон даже у Кэтрин Бигелоу в фильме К-19 «Водоводел». Даже там у капитана подводной лодки были репрессированные родственники. А тут ни одного. Я думаю, про них просто не рассказали. Наверняка они есть. Просто их не видно. То есть, не слышно. Ну, вы поняли. Почему-то показано. Хотя и очень ограничено некое боевое братство. Пилоты друг друга уважают. Никто ни на кого не орет. И вы представляете, за весь фильм никто ни разу даже не попытался помериться друг с другом письками. Как это принято в современном кинематографе. Под воздействием лучших американских образцов. Почти в обязательном порядке. Вот кто будет главнее? Ну, и последнее, что меня совершенно сразило. Я даже уже не знаю, в хорошую сторону или в не очень хорошую. Ни одной истерики. Вообще. Вот никто ни разу не орет, не воет и не бьется в истерике. Актеры почему-то даже в не самых простых жизненных обстоятельствах своих героев пытаются о ужас играть. Засбоилась что-то отечественная актерская школа. Что еще понравилось? Оно же одновременно не понравилось. Вот кастинг. Актер Федоров играет, как положено актеру Федорову, актера Федорова. Абсолютно везде. Вот какой фильм с ним не возьми, у него все время вот такое выражение лица. Вот такое. Вот такое. Вот такое. Вот такое. Или вот такое. Точно так же талантливо он играет капитана ВВС Комлева. Вот только когда на него в лесу волки бросились, вот у него как-то слегка изменилась мимика. Потому, что все остальное время он даже с точки зрения классических представлений об игре актера в кино даже не пытается играть. Но удивительное дело, с точки зрения кастинга, на мой взгляд, я тут могу ошибаться, это оказалось очень точное попадание. Потому, что вот это вот каменное лицо актера Федорова оказалось очень в тему. Почему? Да просто потому, что вот такой железобетонный гад, как Арнольд Шварценеггер в фильме «Терминатор». Вот его ничем не пронять. Поэтому, а что, собственно, кривляться-то? Какие там эмоции? Ну, больно. И что теперь? Ну, фашисты. Сбить фашиста. Надо две недели ползти? Проползу. Надо? На зубах проползу. И поэтому лицо у него практически никогда не меняется. Что, в общем-то, фильму не сильно повредило? Его любовь. Актриса Анна Пескова. Вот отлично подобрана. Почему? Потому, что она очень сильно не красавица. Это, конечно, дело вкуса. Ну, это совершенно не модельной внешности дама. Она и роста небольшого. Там что-то в районе 160 сантиметров над уровнем моря. И выглядит... Ну, обычно она выглядит. Совершенно обычная женщина. Ну, а когда обычную женщину поместили в платок такой сильно потасканный, в черный ватник, в ватные штаны и валенки, вот она прям превратилась не в модель, как у нас любят. В любых условиях модель. А в женщину прифронтового города. А выглядит исключительно аутентично. Вот молодцы. Военные действия. Военные действия вот у нас умеют снимать. Военные действия. Последние лет, ну, наверное, 5-10. Бои все натуральнее, лучше и лучше. Очень хороший монтаж. Мне понравилось. Никакой дерготни. Никакого рваного кадра. Все очень последовательно, понятно, логично и без надрыва. Очень здорово напоминает именно то, как в Советском Союзе в военных фильмах снимали войну. Вот есть план, там летит один самолет, за ним другой самолет. Они пытаются друг друга сбить. Вот аккуратненько переключаемся на камеру, которая установлена в кабине пилота. Вот пилот переговаривается со своим стрелком. Все очень неплохо. И еще более неплохо. Почему? Да. Потому что самое главное в кастинге этого фильма. А то, что в роли штурмовика Ил-2 снимался штурмовик Ил-2. Настоящий. Причем летающий. Который в 2011 году подняли из болота и отреставрировали, сохранив примерно 70% родных деталей. За исключением, конечно, двигателя. Потому что родной АМ-38 или АМ-82, который в нем стоял. Ну, его после пребывания в болоте на протяжении 70 лет можно было бы, конечно, восстановить до рабочего состояния. И, кстати, его таки восстановили. Но вставлять в самолет, который собирается возить людей, нельзя по соображениям безопасности. Ни в коем случае. Поэтому туда поставили американский Эллисон. Который во время войны очень даже действовал. Да и сейчас действует, выпускается отличный мотор с каким-то бешеным моторесурсом в тысячу часов. Поэтому вот на таком теперь летает Ил-2. Да и слава богу, дай этот самый бог ему здоровья. Хоть с Эллисоном, хоть с чем еще. То есть, это не нарисована на компьютере моделька, которую пока, по крайней мере, вот как-то и не рисуй. Это не совсем то. А настоящий, летающий Ил-2. Второй главный герой в этом фильме. Я просто убежден. Ну, а дальше нужно поговорить о некоторых моментах, которые поцарапали меня по нервам. Начнем мы опять же с Ил-2. Ил-2, это все очень хорошо, он настоящий, но он 43-го года. Тот самый самолет, который упал в болото, упал в это болото в 43-м году. Причем, если я не ошибаюсь, в ноябре. То есть, ближе к концу он его. Это сразу видно. Это такой очень-очень-очень узнаваемый Ил-2 43-го года. Да еще с специально вкоряченной на заводе кабины стрелка. Собственно, сам стрелок. Ну, вы понимаете, это же битва за Москву. Декабрь 41-го года. В это время разворачивалась настоящая драма. Если не сказать трагедии, наполам с детективом. Потому, что Ил-2 пошли в серию одноместные без задней оборонительной точки. Да, просто потому, что задняя оборонительная точка, это был, давайте я еще расскажу, натуральный ад конструктора. Да, мотор мощный. Много тянет. А М38 отличное было двигло для своего времени. Но машина-то бронированная. Это же летающий танк. А если мы расширим кабину почти в два раза и посадим сзади стрелка, да еще и с пулеметом, так это сразу изменит центровку. Причем изменит ее в не лучшую сторону. Ну, а Ильюшин сразу отказался. Генеральный конструктор того самого Ил-2, он сразу отказался делать штурмовик с задней оборонительной точкой. И сообщая, что, друзья, вы лучше наладьте, пожалуйста, взаимодействие с истребителями, которые будут прикрывать штурмовики. Потому, что наличие одного пулемета в задней полусфере, который, кстати, еще и очень будет ограничен в ракурсе стрельбы. Это не то, что не гарантия, а не гарантия вообще. И, кстати, дальнейшие натурные боевые испытания на 100% подтвердили правоту Ильюшина. Потому, что потери при использовании борострелка в штурмовиках уменьшились, ну, хорошо, если процентов на 20. Не в два раза, не в три раза, а процентов на 20. В самом лучшем случае. А сам штурмовик при этом здорово потерял в боевой эффективности. Просто потому, что он стал куда более строг в управлении из-за наручной центровки. Его сложнее было наводить. Он стал тяжелее, потерял в скорости, словом, сплошные проблемы. Поэтому, если бы капитан ВВС Комлев летел бы в декабре 41-го с борстрелком, то борстрелок мог располагаться только в кустарной кабине. Которых вполне успешно при помощи подручных средств туда вставляли. Но никак не при помощи вот такой красивой, хорошей, заводской. Да еще и 43-го года образца. Это зря. А почему я ругаюсь? Ну, мне сейчас вы скажете, Жуков, ты, по-моему, зажрался не совсем, а в натуре совсем. То есть, тебе пригнали в кино настоящий, летающий, Ил-2. Их всего два в мире. Один в Америке. Каким-то образом его тоже после поднятия в нашем родном болоте вывезли в США. Я не очень понимаю, как это бывает. Но, тем не менее, вот есть. У нас же теперь все продается, правда? И второй, который показали в кино. Ну, так и радуйся. Кстати, я и радуюсь. А вот что вам стоило? Одно предложение в сценарии переписать. И сообщить, что это не декабрь 41-го, а, скажем, апрель 43-го. Ну, или хорошо. Декабрь 43-го. Что бы поменялось для фильма? Так ничего бы не поменялось. Потому, что похоронами отражу войны Комлев вполне еще мог повоевать. Ну, или вы думаете, что воевать в 44-м, когда бы он там прошел всю реабилитацию, это не так круто, как в 42-м. Я докладываю, нет. Это было по-прежнему круто и очень опасно. А вам, дорогие сценаристы, ну, вообще ничего не стоило бы совсем. То есть, что вот что? Если вы все равно сразу заявили. Вот, собственно, да. Сразу заявили, что вы не основываетесь на реальных событиях. Ну, так переместитесь вы на два года вперед. В чем проблема? По-моему, вообще ни в чем. Только в желании. Борстрелок. Борстрелок должен сидеть с пулеметом УБТ. Или, например, со ШКАСом. Ну, вот я, понятно, под тяжеленный 50-й калибр, патрон 12,7 мм, убойнейшая штука. Или ШКАС под 7,62. А он там сидит с ДШК. Вот как такое может быть, я не знаю. ДШК туда точно не ставили. Я, по крайней мере, про такое вот вообще не слышал. Может быть, какие-то кустарные, опять же, переделки. Кто в курсе, сообщите. Я про такое даже не слышал. Ну, и вот война. Летит. Комлев. Сборстрелком. И рядом в паре летит еще один Л-2. И вот они находят нацистскую колонну. В нацистской колонне тоже. Вот опять натуральный ад. Потому, что она составлена из, в том числе, танков. Панцер Камфваген 4H. Это вот тот самый замечательный панцер. Глубокая переделка исходного Т-4. С дополнительными бронеэкранами на башне, на лбу. С такими очень характерными экранами на гусеницах. Со здоровенной пушкой, словом. Эта машина, опять же, приехала на машине времени. Если бы такие оказались под Москвой. Кстати, большой вопрос. Как бы наши деды стали выкручиваться? Уверен, выкрутились бы. Но это было бы несколько сложнее. Потому, что машина эта появилась только в 43-м году. А вот зачем вы такое делаете? Или это, знаете, немцы сказали, что хо-хо-хо. У вас штурмовик 43-го года. Так мы сейчас танчик 43-го года вам назло притащим. Ну и притащили. Зачем это? Тем более, все равно танки эти ненастоящие. Если уж вы собрались что-то туфтить. Так затуфтите так, чтобы было похоже на Т-4 41-го года образца. В чем проблема? Уж если вы все равно собрались эту матчасть производить. Это не удорожит производство. Правда, и не удешевит тоже ни на копейку. Но, тем не менее. А потом Комлев пошел в атаку. Вот он так эту колонну со своим напарником зачистил. Вообще. Сначала из пушек. Потом РСами. Ну, а потом бомб насыпал. Я уверен, тут многие скажут, что это не здорово. Потому, что бомбы ПТАБ, противотанковая авиабомба появились только к Курской дуге. И это будет правильно. Но я почти на 100% уверен, что в кино нам показаны не ПТАБы. А стандартные авиабомбы, которые прямо вот с самого начала службы ИЛ-2 применялись. Не скажу точно, какого калибра, потому что слишком быстро они в кино падают. А я не нашел фильма, уж извините, в сети. Поэтому на стоп-кадре посмотреть, как я люблю, ничего не смог. В кино рассмотреть, что за бомбы не успел. Но в бомболюках у ИЛ-2 их помещалось много. В общем, зачистили гадов. А вы знаете, что стали делать гады? Когда на них с воем полетели два штурмовика. При том, что в составе колонны ни одной зенитки. А я вам сейчас расскажу, что они стали делать. На головном гономаге расчехлили МГ. И давай долбить патронами 7-мм калибра в лоб ИЛ-2. Они должны были с воем убегать оттуда. Нет, там, ну, по крайней мере, может быть, оставили бы пулеметчика. Ну, чтобы он исполнил свой служебный долг до конца. Всем остальным-то зачем сидеть в бронетранспортере? Это же конец. Немцы уже к тому времени отлично знали, на что способна пара ИЛ-2, которую нечем парировать в смысле специальных средств. Зенитки или авиации. Ну, доказано, что я тень, что эту колонну просто раскрошат. Или, по крайней мере, здорово проредят. Нет, сидит мужик в этой самой каске в немецкой. Странно, что Комлев только не заржал. Ты бы еще из пистолета меня пострелял бы в лобовую проекцию. Но это далеко не все. Потому, что лучше всех выступил экипаж Панцера, который, рассмотрев самолет, стали заряжать пушку. Вот в этом месте Комлев должен был сказать. Они заряжают пушку. Затем? Наверное, будут стрелять. И они из пушки начинают, из танковой, начинают садить по штурмовику. Это просто очень умно и дико аутентично. Я даже не знаю, а вообще шанс-то хоть какие-нибудь есть попасть? По-моему, нет. Ну, в общем, они не попадают. Представляете, это очень странное поведение для немцев. Они какие-то как самоубийцы себя ведут. Вместо того, чтобы разбежаться и оставить пулеметчиков, которые в самом деле могут и должны стрелять по нападающим самолетам. Нет. Все сидят в колонне и несут какие-то нечеловеческие потери. В общем, колонне досталось. Выглядит штурмовка очень неплохо. Я бы сказал, наверное, за последнее время вот такого рода сцена в отечественном кино. Да, лучше. Опять же, из того, что я видел. А я видел, конечно, далеко не все. Поправьте меня. Если я ошибаюсь, напишите в комментарии. Мы это прочтем в конструктивном ключе, разумеется. И тут появляются мистершмитты. Мистершмитты тоже, видимо, в результате филографийского эксперимента провалились из будущего. А прямиком из 43-го года, потому что это БФ-109Г Густав. Что, опять же, невозможно спутать. Они слишком узнаваемые. И вот Густавы как набросились на Ил-2. И давай их крошить. В том числе и из крыльевых пулеметов. Я вот что-то не помню у Густава крыльевых пулеметов. Ну, да фиг с ним. В конце концов, это уже, по-моему, какие-то мелочи. Не будем придираться. И вот одного сбили. Ну, а опытный капитан Комлев давай выкручиваться. На него там сзади его напарник работает из пулемета. Сам Комлев прям взял, резко затормозил с повышением курса. Пропустил перед собой мистершмитт. И натурально его завалил из курсового вооружения. Это надо, прямо скажем, уметь. Чтобы такого верткого гада, как мистершмитт, завалить на штурмовике. Тем более, что мистершмитт там не один, а их там несколько. Вот, пожалуйте, одного завалили. Но, тем не менее, ничем хорошим это не могло закончиться. Если бы оно закончилось хорошо, я бы просто ушел из кино сразу же. Потому что это просто бред. Одинокий Ил-2 против звена мистеров. Это, ну, наверное, уже, в общем, все. В общем, приплыли. Ну, так они и приплыли. Изуродовали штурмовик, мое почтение. Ему нам обкусали хвост, килевое оперение ему обкусали. Обкусали ему из пулеметов. Я, может, даже из пушек. Крылья, словом, досталось. Но приземлился. И экипаж спас. И все было бы хорошо, если бы их не заметили немцы. Когда самолет шел на вынужденную, прилетели над позицией. Немцы постреляли по нашим летчикам из зенитки. И тут же спустили с цепи полевую жандармерию, которая должна обоих поймать. Ну, сначала напарник отстреливается из хвостовой, прошу прощения, точки из ДШК. Потом они уходят. Их накрывают из минометов. Из минометов, кстати говоря, по ним стреляли, 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 стреляли. И так попасть ни в кого вообще не смогли. Даже приблизительно. Но только немного комлик углушануло. И вот его напарник вынес на берег реки, положил на льдину, льдину отколол и пустил его по течению. А сам принял последний бой при помощи табельного пистолета ТТ. А дальше началось. Совсем недавно я смотрел еще один фильм. Вечные. Мы о них в другой раз поговорим. И режиссерка сказала, что одним из фильмов, который вдохновлял ее на экшен, был выживший с Леонардо Ди Каприо. В этот раз Редак Девритеров сообщает, что одним из фильмов, которые вдохновлял его на экшен, был выживший с Леонардо Ди Каприо. Они там спелись все, что ли? То есть, полфильма, может быть, даже и чуть больше, Комлев бредет через лес. И спасается от нацистов и волков в одиночку. Понятно, было бы в тему русского медведя предъявить, но медведя не нашли, по крайней мере, готового сотрудничать. Нашли волков. Три штуки, которые гоняются за Комлевым. И даже иногда его покусывают вполне бодро. И вот тут-то начался и вот этот анабазис, который закончился обморожением всего, что только можно было обморозить. И все бы, знаете, ничего. Потому что... Ну, Моресьев же полз две недели. И вот и Комлев тоже полз. Вот как же ты полевой-то описал, интересно. И вот тут попытались описать интересно. Но в кино это сложно сделать. Поэтому вот тут нужен обязательно антагонист. А кто этот антагонист? Так понятно. Обер-лейтенант полевой жандармерии, который ведет группу захвата по следам летчика. Внимание. Почти две недели. Это что, вот настолько офигительно ценный один единственный, они точно знают, что он единственный выжил, летчик, за которым две недели там не меньше взвода полевой жандармерии будет таскаться по лесам вот под такому снегу. Вы знаете, я бы сказал, на месте обер-лейтенанта, так он там давно замерз. А на месте начальства обер-лейтенанта я сказал, что ты делаешь, идиот? Ну-ка немедленно возвращайся в расположение. Это вообще не твое дело. Потому что там в тылу есть полицаи, есть этап на заградительную комендатуру. Словом, это их зона ответственности. А в нашей зоне ответственности ты будь добр оставаться на службе. Не нужно ни за кем бегать, если ты уже его упустил. Хватит. Это же один человек. Это не генерал Власов какой-нибудь, или, не дай бог, маршал Жуков. Кому нужен этот летчик? Ну, понятно, офицер. Понятно, что это не простой рядовой. Да, технический специалист высокого класса. Ну, чтобы вот так. И волки. Волки позорные пошли по следу. Три одинаковых волка всю дорогу гоняются за комлевом. Вот в один раз от них утек. И вот, кстати, почти две недели его догоняют волки. Вот три человека волков одного и того же летчика. Вы бы хоть раскрасили как-нибудь по-другому. Или из трех волков сделали шесть бы на компьютере. Ну, как-то, чтобы было понятно, что это разные стаи. Потому что, когда сначала его зажали волки, он от них сбежал. А потом еще раз и еще раз. Потом, наконец, комлев падает в волчью яму. Между прочим, волчья яма с единственным колом посреди пола. Вот кол посреди пола есть. И вот комлев упал четко мимо него. А какой смысл, извините, в такой волчьей яме? Там должно быть или вообще не быть колов, потому что просто волк оттуда не выпрыгнет. Или быть много колов, чтобы сразу его насадить. Ну, или советского летчика, который попался неудачно. Нет, кол был один, и комлев упал мимо. А волки-то его там и карауляют. Причем ровно те же самые. Что круто, это настоящие волки. Это не собаки в роли волков. Это не компьютерно нарисованные волки. Это прям вот те самые серые. Их откуда-то из зоопарка приволокли вместе с условно-дрессировщиком. Что характерно, опять же, волки отказались сотрудничать полностью. Потому, что они сообщили всем, извините, нас невозможно дрессировать. Так вот, мы не будем вам подчиняться. Если вам надо играть в кино, давайте сами играйте. Ну, а правда, хитрые люди, все-таки Homo sapiens, sapiens, короли природы, вытащили на съемочную площадку Алабая. Вот волки, когда Алабая-то увидели, вот они там показали актерскую игру такую, что Мэрил Стрип так не сможет рычать и плеваться, как волки плевались на Алабая. Вот я прям даже в какой-то момент закомлю, вот распереживался. Если сейчас поймаю, так порвут же на куски. И такие твари бешеные. Да, словом ушел. И от бабушки, и от дедушки, и от трех человек-волков тоже ушел. И вот, вы знаете, весь его анабазис. Во-первых, он разбавлен флэшбэками. Вот буквально полностью весь. Потому, что Комлев вспоминает, что у него есть вообще-то невеста на гражданке. Ну, скажем так, любимая девушка. Анна Пескова. С которой он прям перед попаданием на фронт познакомился чрезвычайно оригинальным способом. Вот шел такой случайный капитан по улице. И вдруг видит в подворотне два урки. Двое урок. Две урки. Двое урок. С ножом грабит девушку. Отдавай, мол, сумку. А раз. ТТ выхватил одного, ранил и прогнал урок. Ну, и девушка, конечно, сразу воспылала. А так и он воспылал. Потому, что чего теряться спрашивается. Потом они еще раз встретились. Поговорили. А вот на третий раз они уже и в койке. Показывают натурально. Вот прям все голые. И занимаются вроде как даже сексом. А вот потом они такие все не вполне гетые и лежат у постельки. А у актера Федорова выражение лица актера Федорова. Вот он что, от волков убегал с таким лицом? Что, за фашистами гонялся? Не только на фашистов он брови хмурил. Вот так вот. Ну, чтобы страшно было. Гаду нацистскому. Зачем это было надо? Вот зачем эти флешбеки вообще нужны? Оно настолько сбивает темп повествования. Понятно, что режиссер нам хотел сказать, что вот у него есть ради чего жить. И это было бы, наверное, так, если бы нам объяснили, когда он эту девушку полюбил. Почему он ее полюбил и в чем это выражается. Ну, кроме в обязательном порядке дружбы организмами на какой-то момент. Вот где у них любовь? Да нет у них никакой любви домой. Просто не показали. Нужно было сначала показать. Когда вам актера как персонажа заявляли, потому что это еще один недостаток современного сценария. Экспозиция почти отсутствует. Вот нам показали крутого гада, который спас девушку от разбойника при помощи пистолета. Хорошо стреляет. Собственно, на этом все. Да, он отдал ей часть или весь, я уже не помню, свой пилотского пайка. Потому что у нее успели попятить продовольственные карточки. Великодушный человек, храбрый. Ну, офицер же боевой. Какой он еще может быть? Тем более летчик. Тем более с пистолетом против ножа. С пистолетом против ножа даже я бываю храбрый. Словом, очень неубдительная экспозиция. Я не знаю, почему я должен переживать их отношения с этой девушкой. Почему я должен переживать самому актеру Федорову. Помимо того, что это наш человек. А я вообще за наших обычно болею. За наших, за советских. А вот во время его аннабазиса по зимнему лесу. Кстати, очень красивому. Вот эти флешбеки настолько здорово сбивают темп повествования, что я даже и словами описать не могу. Вот только что я начал увлекаться его сюрвайвелом. И вот тебе никакого сюрвайвела. Вот опять мирная, условно мирная жизнь. И вот он охмуряет Анну Пескову. Зачем? Зачем вы такое делаете? В конце концов, актер Федоров оказался в некой деревне, где стоят фашисты. Его из волочьей ямы вытащил местный кузнец. Спрятал его в дровнях. Отвез к себе в хатку. Спрятал в подполе. И отправил к своим. Вместе со своим то ли зятем, то ли тестем. Я уж не помню. И еще одним окруженцем, который попрятался там же, в подполе. Я ждал, что этот вот здоровенный мужик с бородой окажется каким-нибудь полицаем, невинно репрессированным, насильно загаданным в колхоз. Нет, наш советский человек, который сообщает двум окруженцам, один из которых его родственник, что вы вот сейчас красного командира берете и через линию фронта назад с Красной Армии вернетесь. Вот в таком акцепте. А должен же был сообщить, что вот место такое. Люди тут 300 лет воюют. Никак крови не напьются, чтобы им пусто было. Советская власть дрянь. Фашисты дрянь. Иван Грозный дрянь. Люди зло. Алкоголь зло. Наркотики зло. Все плохо. Нет, оказался нормальный советский человек. Не смотри, что судя по возрасту, явно застал старорежимные времена гнилого царизма. То есть, есть с чем сравнить. Доставили актера Федорова в расположение. Все при этом погибли. Один по трусости, а другой по глупости. А актер Федоров остался жив. И вот он уже в госпитале с ампутированными ногами. Начинается его выздоровление. Есть трогательнейший момент, когда он обнаруживает уже ходячи на протезах обрывок собственной карты. На котором тот мальчик, который доставил его через линию фронта, письмо папе написал. Папе, доктор, это письмо-то и отнес. Очень эта вот сцена хорошая, правильная и сильная. Молодцы. Этот момент вытянули здорово. В повести о настоящем человеке мы видели, как Моресьев совершенно вообще-то объяснимо сначала потерял себя. Он перестал верить в себя. Он вообще людей перестал видеть. А потом из-за заботы врачей, товарищей по госпиталу приходит в себя. И есть борьба. Вот он был сломленным человеком. Он сломался. Это нам показано. И вот он превращается в того самого настоящего человека. О котором, собственно, и повесть. То есть, есть дуга характера. Актер Федоров оказался в госпитале. Ему видно, что очень больно и плохо. Ну, было бы странно, если бы нет. А тут ему сказали, что вы знаете, а есть еще такой английский летчик. И вот английский летчик как раз на протезах летает. Он сказал, а, окей. Тогда и я буду. Все. Потом раз. И вот он уже и летает. Последний бой. Тот же самый штурмовик Л-2. Тот же самый пилот в пилотской кабине. И опять на него нападают мистер Шмидты. И начинается опять бой. Судя по повреждениям, которые нам показали во втором, финальном бою фильма. Это съемки первого боя фильма. Потому что повреждения один в один. То есть, если, я уверен, у меня была бы возможность сделать топ-кадр и увеличение. Я мог бы наложить картинку с первого боя на картинку из второго боя. Причем все углы попаданий, обкусанные, всякие элероны и прочее совпали бы до градуса. До доли градуса. То есть, снимали все одним приемом. А потом просто взяли и распилили напополам. Это у нас в начало пойдет, а это в конец. Вот примерно так. Негодяи зашли в хвост нашему герою. А он что сделал? А он, вы не поверите. Летел, 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 летел. А потом пролетел под мостом. А гад нацистский не пролетел. Взял, впилился и мост-то разрушил. Кстати, там мост довольно серьезный. Капитальный. А мистер Шмидт врубился даже не в опору. Он врубился в верхние фермы. Он так здорово взорвался, что весь мост, ну, по крайней мере, пролет его упал в реку. Вы ничего нового вообще придумать не в состоянии. Ну, почему обязательно нужно пролететь под мостом, ударить об него преследователя? Это уж сколько раз было в мировом, блин, кинематографе. Только что мы над Девятаевом все стебались. Потому, что это очень неправдоподобный прием. И вот еще один неправдоподобный прием. Скажите, а зачем фашист вообще пролетел под мост? Вот какого беса он там забыл? Это же штурмовик. Он его медленнее. Причем очень сильно медленнее. Чего было бы не облететь мост сверху? И потом снова пристроиться, как положено? Нет, нужно, значит, показать свою лихость нечеловеческую. Пристроиться точно в хвост. Попытаться пролететь под мостом. Ну, тут единственное, что актер Федоров топлива много слил. И таким образом заслонил точку обзора нацисту Гадскому. Ну, и все, собственно, на этом фильм кончается. Словом, вот такое кино. Если в двух словах, что понравилось, что не понравилось. Ну, а вам напомню, если хотите провести досуг, погрузившись на этот раз в историю обороны Сталинграда, жмите на ссылку под роликом. Там добротная настолка как раз об этом. Ну, а про кино в заключение. Вот что я имею сказать. Время нынче такое дурное. Вот идешь ты в кинотеатр, и тебе показывают неотвратительный фильм. Внимание! Неотвратительный фильм. Без грязи, помоев на Советский Союз, кровавые гыбни, вопящего актера Мадянова, ну и так далее. Вы, я думаю, сами сможете продолжить данный список. И все. Я уже рад, как слон. Я уже выбежал из кинотеатра, думаю, господи, неужели мне не пришлось два часа принимать муки? Как на какой-нибудь цитадели, предстоянии и так далее и тому подобное. Вот просто меня не избили сегодня, я уже рад. Нет, это очень хорошо, конечно, когда тебя не избивают каждый день. Это очень здорово, и есть чему порадоваться. Но вам не кажется, что это не совсем нормальная ситуация, когда вам показывают просто неотвратный фильм, а вы радуетесь, как будто вам показали хорошее кино. А вот является ли фильм «Летчик» по-настоящему хорошим? С точки зрения истории, очень сильно не вполне. Не, надеюсь, вы сможете проверить мои слова. И, кстати, скорее всего, найдете что-нибудь еще. Повторюсь, в третий раз я не нашел фильм в сети и не мог делать стоп-кадров и записать все под карандаш. Это вот мои живые впечатления. Снятые буквально вечером после прихода из кинотеатра. С точки зрения истории не очень. А сама история-то, не историческая история, а киноистория, так она очень слабая. Она буквально вся в зияющих дырах. Со многими лишними ходами, наподобие этих флэшбеков. С никак не объясненной и не заявленной вообще, кроме декларации, любовью и кадрами. Все наполнено пустыми кадрами. Вот вы представляете, вот такой вот оксюморон. Есть пустой, наполненный кадр. Все забито этими пустыми кадрами. Вот есть некая мизансцена. А у нее сзади ничего. Вот ничего. Начинают кино там, где как раз актер Федоров знакомится с Анной Песковой. Неплохо. Заявили при фронтовой город. Отлично. Все обшарпанное. Аэростаты ПВО летают. Очень хорошо. Картинка прям блеск. И вот мы оказываемся на улицах, где просто нет жизни. Там идет одинокий капитан ВВС РККА и одинокая девушка в ватнике. Да, двое урок. Сзади них нет ничего. Ни дверь не хлопнет, ни ставня не скрипнет. Звуков там нет. Это зомби-апокалипсис вы снимаете? Не, ну там, конечно, у нас было очень плохо. В 41-м году вообще, не дай бог, никому, никогда. Да, но это другой жанр, это не зомби-апокалипсис. Я уж ждал, что сейчас полезут. Вот натурально. Какие-нибудь советские зомби. А они не полезли. Всего двое урок. Не бывает такого в городе. Собаку запустите на заднем плане, чтобы собака гналась за котом. Или кот за собакой. Чтобы какая-нибудь крыса прошмыгнула. Вот ставня запертая. Вот она качается на ветру. Звук дайте, чтобы я хоть поверил, что это не локация в павильоне, которую вы только что смонстрячили. А это локация в павильоне. То есть, сначала картинка отличная, а потом раз, и вы все портите. И весь фильм так. Вот есть неплохо, а потом раз, и сразу плохо. Хочется верить, что режиссер Ренат Девлитяров просто учится. Мы же, в конце концов, далеко не все. Все сразу делаем хорошо. Поэтому с почином, дорогой товарищ. Удачи вам. И вам тоже удачи. Смотрите хорошее кино. Смотрите хорошее кино.